Добрый день дорогие друзья, с вами архивная революция и я Михаил Тимин, а также Андрей Уланов. Андрей, привет. И четыре легендарных ствола. Андрей, мы сегодня опять про стрелковку. Да, опять про стрелковку, но начнем с немножко возвращения к прошлому разу. В прошлый раз многие люди совершенно справедливо возмущались правилами безопасного обращения с оружием, который, по их мнению, мы наружу. Поэтому я предлагаю сегодня очень тщательно соблюдать правила. В частности, давай наденем очки. Это поликарбонатные стрелковые очки, можно и обычные строительные, которые, господа и товарищи, являются... Можно и просто китайские обычные. Да. Основным правилом безопасности при обращении вот с этими страшными черными пистолетами, в которые можно зарядить вот такой страшный белый 6-миллиметровый пластиковый шарик. Мы в очках можем безопасно совершенно его заряжать. Мы можем даже взять и попробовать куда-нибудь выстрелить. Правда, выстрел не произойдет, потому что еще газ нужен, чтобы из этих стволов стрелять. Поэтому, уважаемые господа, что хотелось бы сказать. Мы, люди опытные, взрослые, мы умеем правильно обращаться с оружием. Если вы посмотрите другие наши ролики, там, где есть настоящее огнестрельное оружие, вы увидите, что мы знаем, как с ним правило обращаться. Но, к сожалению, сюда, в студию, пока что настоящего огнестрела мы привести не можем. Мы, надеюсь, в скором времени это будет исправлено. У нас тут будут и настоящие образцы. Может, даже мы покажем, как из них стрелять. Но пока мы работаем с тем, с чем есть. И поэтому, пожалуйста, не надо быть быть святее Джеффа Купера, основателя, создателя правил безопасности IPC. Не надо требовать соблюдения правил обращения с оружием, со всеми предметами, даже если они очень похожи на оружие, как вот эти замечательные макеты. Это было такое лирическое вступление, специально для пишущих нам про безопасность товарищам. А теперь, собственно, займемся тем, зачем мы тут собрались, а именно для рассказа о советском и российском стрелковом оружии. Ну вот ты раскрыл, короче, все тайны, и теперь все будут думать, что у нас в архивной революции, понимаешь, какие-то макеты. Ну ничего, они могут каждый раз гадать, когда мы, наконец, принесем настоящие стволы. Начнем мы по хронологии с револьвера системы Наган. Замечательный макетик. Да, очень хороший, тут даже фальш-патроны есть. Про этот револьвер ходит много легенд. Оружие, в принципе, достаточно легендарное. Все мы знакомы по фильмам о революции, да и, в принципе, о Второй мировой тоже. Очень многие считают, что это едва ли не самый плохой револьвер мира, хотя на территории одной шестой части суши именно Наган обычно ассоциировался со словом револьвер, других револьверов попросту народ, в общем, не очень знал. Основная к нему претензия – это очень мешкотная перезарядка, то есть, по-моему, рассказывал анекдот про то, что для перезарядки Нагана нужно сначала выбить все гильзы, потом по одному ставить патроны, а потом обратить внимание на отделение немецкой пехоты, которая с интересом наблюдала за вашими действиями все это время. Вот. Тем не менее, надо сказать, что Наган на самом деле был не так уже плохо. По ряду причин. Ну, во-первых, все-таки это револьвер, да, в режиме самозвода он не самый точный, хотя надо отметить, опять же, что большинство людей судят о спуске Нагана, особенно о спуске с возводом по более-менее современным револьверам, как правило, прошедших арсенальный ремонт. Арсенальный ремонт – это, в принципе, среди коллекционеров оружия такое страшное ругательство, потому что там мы в основном смотрели на сохранные детали, то есть запросто револьвер мог оказаться винегретом из детали совершенно разных годов выпуска из разных револьверов и, соответственно, естественно, это все делалось без какой-либо точной пригонки. Боевые пружины могли тоже стать совершенно новые. Естественно, качество получившегося в итоге оружия было достаточно ужасным, так стреляет и стреляет, там, складским ничего больше и не надо, главное, что единица числящая на хранении была исправна. Разумеется, Наганы, которые действительно делались на заводе мастерами, особенно в относительно мирное время, то есть не в войну, а, скажем так, царские Наганы еще до Первой мировой, советские Наганы тридцатых годов, когда производство было достаточно отлаженным, они значительно более высокого качества, у них даже самовзвод намного приятнее, ну а стрельба с предварительно взведенным курком из Нагана, как из всякого револьвера, очень мягкая, приятная, короткая. История, которая в СССР называется «Ворошиловский стрелок», ну, именно начало массового обучения стрельбе, массовые, скажем так, забеги народа за значками «Ворошиловский стрелок», она началась именно с Нагана, когда на одних из учебных стрелок молодой красный командир не смог попасть из своего Нагана, ну, выбить нужную норму выстрелов, начал жаловаться, что вся проблема в револьвере. Товарищ Ворошилов подошел, взял его револьвер, выбил с ним очень хорошие результаты, вручил незадачивую стрелку назад со словами, что из любого оружия нужно уметь стрелять. То есть, именно после этого началось движение «Ворошиловский стрелок», именно со значками заметку стрельбу, с массовой подготовкой населения, и, надо сказать, оно дало свой результат. Наган, как известно, был принят на вооружение еще при царе, если быть более точным, 1892 год. В принципе, опять же, очень много разговоров, что, во-первых, не стоило менять им с ветвесом, который имел более удобную перезарядку с переломной рамой и с одновременной экстракцией, что можно было принять, как бы, что-то более удобное, более современное. Но если присмотреться внимательнее, что было на тот момент более современное, выясняется, что было-то не так уж много. Например, те же американцы, как бы богатая, более технически развитая держава, они примерно в то же время, долгое время маялись вообще со знаменитым пиццмейкером, миротворцем Кольт, 1873 года, более древняя модель, тоже с перезарядкой по одному патрону. Когда они попытались принять на вооружение более совершенный револьвер 1892 года, Кольт, он оказался совершенно неудачным, это показала Филиппинская война, мы про это тоже говорили, были жалобы и на слабый патрон, и на поломки самого револьвера. То есть процесс замены и совершенство занял несколько лет и закончил с принятием на вооружение пистолета М-911, но именно с револьвером в тот период американцам довелось помаяться. Англичане имели на вооружении различные тоже переломные рамные системы, они благополучно у них дожили до Второй мировой войны, патрон тоже был достаточно слабый, но тем не менее, что называется, пользовались и не жужжали, хотя жалобы на слабый патрон имелись. К достоинствам Нагана, очень важным достоинством, относится то, что это был один из действительно первых револьверов, который был создан именно в расчете на бездымный порох и на применение оболочечной пули. Что это значит? Если предыдущие револьверы, для них точная соосность барабана и ствола была не очень важна, то есть допуск плюс-минус миллиметр считался как бы в пределах нормы, но брызнет немножко свинцом из безоболочной пули, ничего страшного, главное, чтобы в противника прилетела тяжелая пулюха. С более мощными оболочными пулями этот номер уже не проходил, требовалась соосность, и Нагане эта проблема решена всем известным образом, это надвиганием барабана выступающей гильзы, благодаря чему кончик гильзы походил прямо в конец ствола и достигал действительно полную соосность при стрельбе. Это на тот момент казалось достаточно важным требованием, хотя и опять же не добавляло удобства самозвода, поскольку за счет энергии нажатия на спуск происходило еще и надвигание барабана, не только его проворот. Что еще принималось во внимание, что действительно пистолет был достаточно простым и надежным благодаря этой системе, и на тот момент действительно в мире было не так много систем, которые бы рассчитывались именно на более мощный, на более современный патрон с бездымным порохом. Надо, кстати, отметить, что порох это отдельная проблема, наладить производство револьверного пороха очень долго не могли, и практически до Первой мировой войны часто выпускались российскими заводами патроны нагана еще с дымным порохом, который он тоже более-менее переваривал. Даже в этом была проблема. Все претензии к нагану, если не считать того самого самозвода, с которым многие не могли справиться, они относятся именно к мешкотной перезарядке. Но, опять же, надо понимать, что наган, прежде всего, это как короткоствольное оружие, а никак не основное оружие, которым велась война, и ПС тогда еще не было. В принципе, особой популярности перестрелки на пистолетах тоже как бы не пользовались. Для офицера этого вполне, в принципе, хватало. Собственно, господа офицеры, которые уходили с тяжелых и длинных сметвесов, они радовали, что им теперь к кабуре таскать такую более легкую, более удобную штуку. Действовать ими в бою, как бы, офицер не обязан. У него есть поверенное ему подразделение, которым должен воевать. У него шашка есть. Ну, это тоже. Зарубит кого-то. Шашка им тоже полагалась, да. Опять же, у хорошо отлаженного нагана та же перезарядка менее мешкотная, просто потому, что гильза обязана вот выпадать под собственной тяжестью. Это достигается очень легко. Для этого всего лишь надо хорошо полировать гнезда барабана. К сожалению, не во всех наганах это было сделано. Ну, что поделать. Что еще стоит сказать, опять же, про этот револьвер? Все, как я уже сказал, претензии, это мешкотная перезарядка, это тяжелый самозвод. К чему никогда практически не было претензий, так это к его надежности. Даже во время Великой Отечественной войны, когда наган уже был таким заслуженным старичком, многие ругали его именно за перезарядку, но именно к надежности револьвера претензий не было. Наоборот, в донесениях документов указывалось, что по надежности наган полностью соответствует своему назначению, никаких претензий к нему быть не может. Но, как уже было сказано, наган довольно быстро устарел. Уже в конце 19-го, начале 20-го века начали появляться более совершенные системы, именно с откидным барабаном, с одновременной экстракцией. Более мощная система, рассчитанная на более мощные именно револьверные патроны с бездымным порохом. И уже, в принципе, царская ГАУ, царские руководства задумывались о том, что надо бы принять на вооружение что-то более новое. Вероятно всего, самозарядный пистолет. Еще перед Первой мировой проводились серии конкурсов по замене. На ГАУ испытывались различные системы. До того момента, как было принято решение о том, какой револьвер будет заменяться всей армии, господам офицерам было дано разрешение приобретать за свой счет различные системы пистолетов. Существовал специальный список, какие системы допущены к ношению, какие системы могут быть на службу. Туда входили и Парабеллум, в частности, знаменитые, некоторые модели Браунинга. Кто из офицеров хотел приобрести что-то более мощное и современное, скорострельное, чем Наган, он имел вполне такую возможность. Естественно, надо было подкопить денег, особенно какому-нибудь поручику, у которого жалование месячное было вполне сравнимо с ценой Браунинга, у него же Маузера, на который требовалось бы копить несколько месяцев. Но если кто-то был особо озабочен вопросом личного короткоствола, у человека такая возможность была. После революции, естественно, все тоже понимали, что Наган далеко не верх оружейной мысли. В стране оружия всякого зарубежного хватало, в том числе короткоствола. Были и Кольты завезены еще в Первую мировую интервентами, были и самые разнообразные немецкие пистолеты. Те же Маузеры закупались, знаменитые Болы для поражения частей ЧК ГПУ. Было еще огромное количество всяких трофейных и просто купленных пистолетов. Понимание о том, что Наган надо менять, присутствовало. И вот об этом мы сейчас будем говорить дальше отдельно. Но, тем не менее, Наган, даже после появления более совершенных систем, он не ушел совсем. То есть он производился даже в Великую Отечную, просто потому что производство было уже налажено. производство хорошего, надежного оружия. И даже после того, как он снял с производства, имевшиеся Наганы служили еще очень долго. Насколько я знаю, даже в конце Союза точно на вооружении всякой ВОХР и прочих сторожей они имелись. И, насколько мне известно, даже и более поздние уже в российские годы какие-то военизированные формирования, которым требовалось дать хоть какое-то оружие, они могли получить и старые добрые Наганы. Ну и танкисты получали Наганы из-за того, что удобнее было стрелять. Ну танкисты, да, во время войны получали Наганы, поскольку считалось, что именно голый ствол нужен для стрельбы через щели. А до войны показалось, что этой опцией практически никто не пользовался. Поэтому щелест, абразуры с танков исчезли, а пистолетом перестало выдвигаться требование на необходимости наличия голого ствола без кожи затвора для стрельбы из бронетехники. Ну, тем не менее, вот свою роль, этот, такой, не самый, опять же, знаменитый, не самый красивый, может, хотя некоторым нравится именно вот Наган в своем классическом виде, он свою роль сыграл, он честно отработал две мировые войны, гражданскую, ну и... Конфликты? Да, межвоенные. Межвоенные конфликты, и честно отслужил, и большинство, ну, скажем так, точно сказать, сложно сказать точно, какой процент, но очень многие, даже пехотные командиры Великого Отечества, они всю войну проходили именно с Наганом в Кабуре. Достаточно вспомнить слова Симонова, и с одним Наганом мы первые въезжали к городу, это и относится не только к корреспондентам, а и ко многим даже боевым офицерам. Легендарное оружие, действительно. Да, легендарное, хорошее оружие. Как я уже сказал, у него, да, есть недостатки, это в первую очередь мешканная перезарядка их, повторюсь, самовзвод, который очень многим кажется такой, но если вам попадется хороший Наган, скорее всего, вам понравится из него стрелять. Так что пользуйтесь этим. Да, давай аккуратно его. Да, аккуратно. Не нарушая безопасности. Не направляли на Андрея, да. И перейдем к следующему этапу, более интересному, это тульский токарь. Он же ТТ. Да, он же ТТ. Советский армейский пистолет, основной пистолет в войну. Многими ценим до сих пор, многие считают, что замена его Макаровым была ошибкой. Многие ценят его за мощный патрон, за сравнительную компактность. Он такой плоский, очень удобный для ношения, в том числе и скрытого. Хороший армейский пистолет. Претензии к нему тоже были, про это сейчас скажем. Для начала расскажем вообще, откуда он взялся, откуда взялся патрон к нему. Дело в том, что, я уже сказал, присутствовало понимание, что наган устарел. Патрон нагана, который был оптимизирован именно для системы с надвиганием барабана на ствол, он для автоматического оружия подходил мало. Тем не менее, поначалу молодая советская власть просто не имела денег завести свой отдельный патрон. Поэтому даже первые образцы советских пистолетов-пулеметов делались именно под патрон нагана, просто потому что его производство уже было, а новый патрон предстояло выбрать. В частности, вот у нас тут есть ППД, который некоторые считают первым советским пистолет-пулеметом. На самом деле нет. Первым советским пистолет-пулеметом был образец Токарева, так называемый ППТ 27-го года. И вот он делался под патрон нагана, как-то не странно прозвучит, хотя патрон револьверный для автоматического оружия не очень оптимальный, но Токарев решил, что раз другого нет, а потребность от военных на пистолет-пулемет есть, надо попытаться сделать хотя бы это. Он действительно сделал, проходили испытания, но, как и следовало ожидать, патрон оказался не очень удачный для автоматического оружия. И неудачный опыт Токарева очень наглядно показал, что нужен новый патрон, в первую очередь, как для автоматического пистолета, так и для пистолета-пулемет. Эта проблема сразу рассматривалась комплексно, поскольку понимали, что пистолет-пулемет это достаточно совершенное по тем временам оружие. Были уже известные немецкие образцы МП-17, слышали о Томпсоне. Было понимание, что это автоматическое оружие, оно имеет свою ценность, на вооружении РКК оно должно присутствовать, и поэтому, когда зашла речь о новом патроне, он сразу рассчитывался, что это будет патрон и для пистолета нового армейского, и для пистолета-пулемета. Ну, самое интересное, конечно, началось, когда затеяли выбор. Как это обычно у нас происходит, собранная комиссия сразу начала напоминать Крылова в известной басне «Лебедь, рак и щуку». Кто-то всю войну прошел, всю гражданскую войну прошел с Маузером, и говорил, что Маузер – это да, это вот такой отличный, мощный патрон, который пробьет все на свете. Он еще и большой, тяжелый, протяжесть – это надежно. Кто-то говорил, что вот нет у меня Кольта в русский заказ, или какой-нибудь трофейный линд, пуля Кольта вообще валит всех с ног подряд. Кто-то вообще говорил, что, ребята, что вы паритесь, вот у меня маленький браунник, давайте возьмем маленький браунник, его просто удобно таскать, а зачем вообще офицеру большое оружие. Это действительно относилось даже к пистолету-пулемету, например, было мнение, что достаточно будет патрона, не то что 9 на 17 миллиметров, это еще более слабее, чем Макаровский, то есть американская система 380 АПЦ, автоматический Кольта. А вообще говорили, что вот на Западе очень много пистолетов под патрон 7-65 на 17, еще более слабый, ну, в принципе, и армией, и полициями пользуются, всем хватает, давайте мы тоже примем на вооружение, будет нормальный маленький пистолет, а даже пистолет-пулемет, ну, что, он все равно оружие для ближних дистанций, ему хватит и такого патрона. Так что единого мнения не было. Была проведена серия опыта, в том числе, вот, да, по последним, как бы, западным расстрелам различных животных, все, посмотрели, как действуют патроны. В итоге комиссия, в основном, пришла к выводу, что, вот, Миш, попробуй угадать, какой патрон выбрали. 7-65. Нет. Как ни странно, комиссия пришла к выводу, что сам наиболее удачным патроном для пистолета и для пистолета-пулемета будет люгеровский 9 на 19. Все, сейчас застрелюсь, пойду к чертовой матери. Если бы к этому мнению прислушались, да, то, к началу, в Великой Отечестве, мы бы имели оружие, можно сказать, идентичное со своим основным противником. Наверное, и немцами нам было бы проще использовать трофейные патроны. Партизанам там не начал, не надо было мучиться с релодом, так сказать, трофейных патронов или приспособлением трофейного оружия под наше. Но, тем не менее, это было всего лишь мнение комиссии, хотя довольно обоснованное. Окончательное решение должны были принимать в ГАУ, в Главном Артиллерийском Управлении. А там смотрели не только на боевую эффективность, на эффективность оружия, которое могло быть создано под патрон. У 9 на 19 было много сторонников, которые считали, что именно этот патрон оптимальный, поскольку он обладает как и хорошим останавливающим действием, все-таки 9 мм, это 9 мм, так и он действительно удобнее для пистолетов-пулеметов, поскольку он не такой мощный, как маузеровский 7,63 на 25, и это облегчает работу над автоматикой оружия. При этом, да, конечно, это было, как бы, мнение большинства, но не лично. Были особые мнения, которые доказывали, что нужны другие патроны. И вот, в частности, в одном особом мнении, главным аргументом за маузеровский в тот момент патрон 7,63 на 25 было то, что, если сделать его нашего трехлинейного калибра 7,62, это, во-первых, даст единство так называемых поверочных инструментов, то есть измерение для калибров изменения ствола, во-вторых, даст возможность, в случае чего, из обрезков бракованных винтовочных и пулеметных столов делать стволы для пистолетов-пулеметов. Как некоторые считают ошибочно, что для пистолетных тоже, нет, для пистолетных стволов этот номер бы не проходил, там немножко другая конструкция, но обрезки для пистолетов-пулеметов действительно можно было использовать, это в войну действительно делать, хотя, несложно сказать о количестве, по крайней мере, мне не попадались данные, какие объемы имело это явление, но, тем не менее, было и это действительно сработало. Надо понимать, опять же, что все это происходило в конце 20-х, начале 30-х, когда даже еще не прошли все эти индустриализации, все эти пятилетки, во время которых создалась, собственно, советская тяжелая промышленность, страна была, скажем так, бедная, местами нищая, я думаю, те, как историк авиации, хорошо известно, что тогда творилось. Мы даже примерно не можем сейчас представить, насколько было все тяжело и плохо на тот момент, в 20-е годы. проблем было действительно очень много и в этих условиях, да, экономические соображения, что мы хоть как-то сможем сэкономить, они превалировали над чисто боевыми. Да, понимали, что патрон 9 на 19 лучше, это в понимании присутствует, но, тем не менее, экономические соображения при выборе патрона оказались наиболее весомыми. Надо отметить, что этот патрон 7,62 на 25, он тоже шел достаточно тяжело, то есть, хотя считается, что вот первые ТТ были 30-го года, если на патроны пошли так даже, на самом деле этот процесс был довольно долгим и мучительным, в частности, первые наши пистолеты-пулеметы уже под новый патрон, уже и образцы Дегтярева и других конструкторов испытывалось довольно много образцов, они показывали на отечественных патронах первых партий, скажем так, не самый лучший результат, особенно по надежности, поэтому наиболее перспективные старались отстрять еще закупленными за валюту иностранными патронами маузеровскими 7,63, и результаты, пора, отличались весьма значительно. То есть, приходилось еще примерно до 33-го года, пока не наладили более-менее производство отечественных пистолетных патронов, контролировать и проверять таким способом. А они подходили по калибру? Да, ими можно было стрелять, собственно, эта разница в миллиметр, она не настолько значительна, это скорее вопрос измерения. Серия работ показала, что наиболее интересные системы получались у товарища Дегтярева. Надо отметить, что вот этот ППД, это уже итог, что называется, многолетней работы, многолетнего совершенствования. Про самый первый образец можно, в частности, прочитать в фантастическом романе Алексея Толстого «Элита», там обижнут, как марсианская пехота высаживается около прилетевших путешественников Земли, и у них такие странные короткие автоматы с диском сверху, который они как-то держат на сгибе руки. То есть, сложно сказать, откуда красный граф Алексей Толстой мог узнать о том, как выглядит первая пистолета-пулемета Дегтярева, но, судя по описанию, он описывал именно конкретно его, потому что там конструкция, напоминающая пулемет Дегтярева только уменьшенного масштаба, именно с диском сверху, с рукояткой держания, которую действительно можно вот так упереть в сгиб локтя. И я подозреваю, что Алексей Толстой просто то ли видел как, то ли ему кто-то рассказывал про эти испытания, и он описал это как оружие инопланетян. Почему был выбран диск? Дело в том, что, в принципе, проблема пружин магазинов, хоть я уже говорил и буду это повторять наверняка раньше, она была для советских конструкторов оружия одной из самых больных. Более того, она местами для конструкторов российского оружия продолжает оставаться больной. В этом смысле диск выглядит предпочтительно, тем более дисковую конструкцию Дегтярев хорошо отработал именно на своем ДП, но тем не менее ему далеко род сказали, что что тут принес это очень неудобно, тем более недостатки дисков как магазина для патронов, они тоже были хорошо известны. Это в первую очередь большой мертвый вес, патрон в диске приходится больше мертвого металла, чем у рожкового секторного магазина, во-вторых, диски были более сложны и дороги в изготовлении, требовали хорошего металла на спиральную пружину и поэтому от дисков было решено отказаться. Опытные советские пистолеты-пулеметы в основном комплектовались с секторными магазинами на 25 патронов, именно в таком виде победил пистолет-пулемет Дегтярев уже в более близком к этому виде, был принят на вооружении, именно в таком виде он дожил до финской войны. ППД-34. Да, ППД-34. Слушай, а вот извини, нас все время тоже поправляют, вы не так сказали, рожок назвали, магазин, вот это все принципиально вообще, нет? Скажем так, если мы тут писали официальную бумагу, составляли по ГОСТу, надо было бы придерживаться правильных наименований, но честно говоря, мне постоянно в документах, как только они попадаются, то есть и диски, и блины, и все, что хочешь, и точно так же фронтовики секторные магазины, они их именовали и рожками, и как только ни называли, и обоймами даже называли, то есть обойма к пистолету, пулемету, да, такой в документах встречается. Я думаю, что если люди понимают, о чем речь, да, конечно, желательно придерживаться правильной терминологии, но это не настолько принципиально, главное, чтобы было интересно. Не, ну мы будем стараться. Мы будем стараться, да. Так что поправляйте нас, спасибо за внимание. Вот, ну вернемся, ну вернемся к пистолетам-пулеметам. Очень красивый, кстати. ППД прям такой, прям такой винтажный. Можно я его покажу? Конечно. Он, конечно, тоже макет, парни, но очень красивый, интересный, прям сердце радуется, когда вот такую вещицу держишь в руках. Очень, очень красивый. В общем, огромное спасибо людям, которые предоставили нам хотя бы такое, чтобы мы могли не просто сидеть, разговаривать, а показывать хотя бы вещи, выглядящие как то самое оружие, о котором мы говорим, и зрители могли бы получить представление, как оно выглядело. Более как показали опыт прошлых передач, камеру, оно неотличимо от настоящего. Да, парни, спасибо. Вот. Ну вернемся к пистолетам-пулеметам. Примерно в те же годы, когда у нас возились ППД, процесс, я повторю, был мучительный, в том числе и по вине отработки первых партий советских патронов, в Финляндии на Лахте сделал свой знаменитый пистолет-пулемет Соми. Соми изначально был с дисковым магазином большой емкости. Что интересно, это решение как бы далеко не вызвало фурор, не всем понравилось. В частности, шведы, когда принимали у себя на вооружение версию Соми, Соми им понравился пистолет-пулемет, диск им совершенно не понравился, они потратили много времени, они разработали свой вариант секторного магазина большой емкости, 4 ряда, было несколько вариантов, причем его в свою очередь приняли на вооружение у себя Финны, которому тоже понравился больше диска, и в конце войны он даже именно в виде финского трофея попал к нам, и на его основе уже пытались отработать магазины большой емкости для автомата Калашникова, в конце 40-х шли работы, там было несколько версий, одна 4-рядная, был еще очень интересный такой рожок длинный-длинный на 100 патронов, которые надо было цеплять за переднюю часть автомата. Такими путями все шло, но… Но опять пружины-нибудь подвели. Ну там было много проблем, на самом деле, вот даже сейчас в принципе вводятся с магазинами большой емкости для Калашникова, и говорят, что не все с ними гладко. Ну, факт тот, что в 1939 году, когда началась Советско-финская война, с одной стороны встретились Финны, у которых были пистолеты-пулеметы с ООМ и дисковым магазином большой емкости на более 70 с лишним патронов, а с нашей стороны частично были вооружены пистолетами-пулеметами Дегтярева с магазином на 25 патронов. Надо отметить, что действительно в СССР все-таки, хотя понимали, что пистолет-пулемет должен быть, он должен быть на вооружении, его место, скажем так, в системе стрелков вооружения было не очень ясным. Основные, как бы, влиятельные фигуры, которые принимали решение, они были винтовочниками, это было закономерно, то есть считалось, что наиболее оптимальное оружие для пехоты это самозарядная или автоматическая винтовка. Соответственно, пистолету-пулемету уделялось не очень большое внимание, но именно финская война заставила резко изменить отношения. Тут свою роль сыграла именно специфика театра военных действий, поскольку даже на, собственно, Карельском перешейке очень часто бои велись в лесистой местности, где видимость минимальна. Не говоря уже о тех боях, которые велись севернее Корейская перешейка, там вообще практически в лесах велись бои. И вот в этой обстановке как раз финские Соми, которые, кстати, было не так уж много, как это выглядело с нашей стороны, где казалось, что каждый финн вооружен пистолетом, пулеметом или пулеметом. Они сыграли очень большую роль, поскольку в ближнем бою, вот в засадных действиях они позволяли финнам с ближней дистанции дать разов большую плотность огня, потом финны растворялись в лесу, нашим оставалось считать раненых и убитых. Соответственно, с фронта сразу, как водится в таких случаях, раздалить голоса, дайте нам больше, больше, больше пистолетов, пулеметов, желательно таких, как у финнов. На фронт срочно начали отправлять все, что было, туда попали автоматические винтовки Федорова, еще первые советские, так сказать, автоматы советские. Туда, кстати, были отправлены сохранившиеся на стадах ППТ, пистолеты-пулеметы Токарева под Нагановский патрон. Он, кстати, не видел фотографии. Ну, на фотографии тоже не встречал, но они, да, они тоже были отправлены на финский фронт. Нет, у Федорова-то есть фотографии знаменитые, а вот... Если я правильно помню, в Питере в арт-музее выставлен один из пистолетов-пулеметов Токарева ранее, то есть можно даже на него прийти посмотреть вживую, ну и фотографии, я думаю, тоже покажем зрителям. Образец, на самом деле, действительно очень интересный. Токарев большой молодежь, что он вообще добился хоть какой-то функционер, ну... Знаете, это оружие под Нагановский патрон, довольно сложный для проектирования, и... Ну, и он просто, на самом деле, такой красивый, даже скорее больше похож на карабин, чем на пистолет-пулемет, с удобной рукояткой, но... Тем не менее, не взлетел, а дальше его обошел Дегтярев. Именно по итогам финской войны появился дисковый магазин на ППД сначала, отрабатывая несколько версий, ну, решили, что максимально удобная будет версия, похожая на финскую, причем на более ранних, для того, чтобы сохранить как бы возможность заряжаться секторным магазином и вообще более удобно приспособить... Вот, там был такой специальный горловина у диска, этого нет, это был уже диск, который имитировал более стандартный диск, на более поздних, на ППД-40 и на ППШ. Диски уже обычной системы, без этой горловины, поэтому их очень легко отличить. То есть это частично сняло, как бы, остроту проблемы, но даже модифицированный вариант, который появился в сороковом году по ПД-40, наиболее известный, наиболее часто встречающий, и он все-таки был достаточно сложен и дорог, поскольку в нем многие детали изготавливать фрезерованием, а как говорил тогдашний начальник ГАУ, маршал Кулик, мне не нужно оружие, в котором есть фрезерная работа, он, правда, сказал это не про ППД, но тем не менее, как бы, общая тенденция была такая, и была совершенно верная, поскольку оружие, в котором много вот именно сложной обработки металла, это, во-первых, большой отход самого металла, это оружейная сталь, это дорого, это большой расход ценных резцов, которые вообще были остродефицитными. Кроме всего прочего, это очень сильно затрудняет, во-первых, в случае войны развертывание производства оружия на каких-то неоружейных заводах и не очень способствует рост производства оружия. Поэтому одновременно была поставлена задача создать аналог ППД по боевым качествам, но при этом более технологичный, более удобный в производстве. Им стал, как мы все знаем, пистолет-пулемет Шпагина, знаменитый, ППШ. Вот он, красавчик. Надо отметить, что, опять же, это диснобул конкурс, это не был выбор, что называется, из одного кандидата. Причем особо интересно, что в финале ситуация сложилась так, что оружие бы все равно называлось ППШ, но при этом буква Ш бы означала совершенно другого конструктора. В финале сошли... Шпитального? Да, пистолет-пулемет Шпагина и пистолет-пулемет шпитального. На самом деле, в документах он проходил иногда еще как пулемет, потому что это была более массивная конструкция, шпитальный, что-то очень интересный вариант. У него был, в частности, диск на 100 патронов. Само оружие было более массивным, более длинным, более тяжелым, весило больше пяти килограмм. Шпагин даже пристегнутым магазином весил меньше пяти килограмм на испытаниях. И, в принципе, это да, это был такой маленький ручной пулеметчик, который можно было очень хорошо косить врагов, но чуть более сложный по конструкции. И на испытаниях он показал себя менее удачным. Все-таки чаша весов склонилась к Шпагину, в том виде, в котором мы его знаем. Скорее всего, опять же, это решение было оправданным. Да, по некоторым параметрам оружие, созданное шпитальным, превосходило Шпагинское, но вот так массово развернуть его производство, как это получилось с ППШ, это вряд ли бы удалось. Надо сказать, что даже несмотря на опыт финской войны, все равно, как бы, имелось совершенно обоснованное мнение, что пистолет-пулемет это достаточно вспомогательное оружие, то было в своем роде правильно. Самозарядная винтовка, она имеет дальность стандартного винтовочного патрона, то есть практически на всем, всех реальных дистанциях стрельбы, на которые, в общем, средний солдат может прицелиться и стрелять, то есть до километра она сохраняет эффективность, то есть солдат сможет воздействовать на наступающего противника все время, а пистолет-пулемет это, ну не полицейское оружие, как это иногда у нас любили писать, нет, вполне было понимание, что это армейское оружие, что оно должно быть в армии, что у него есть своя роль, но тем не менее считалось нежелательным выключить значительную часть стрелков, начать бой, пока противник не сблизится на дистанции эффективного огня для пистолетов-пулеметов, и поэтому роль пистолетов-пулеметов в армии, она продолжала видеться как не очень большая, по крайней мере, это не может быть основным оружием пехоты. Все изменила начавшаяся 22 июня война, Великая Отечественная война, практически с первых дней начали приходить сообщения о том, что противник использует целое подразделение автоматчиков, как это тогда писалось, то есть под автоматами подразумевали пистолеты-пулеметы, это тоже в документах постоянно, как бы пистолеты-пулеметы и автоматы практически одно и то же, соответственно, нам надо было срочно бросаться догонять, создавать свои подразделения автоматчиков, насыщать армию автоматическим оружием. И вот тут... Хотя реально, на самом деле, все было наоборот. В наших стрелковых дивизиях и в мотострелковых по факту по штату пистолетов-пулеметов-то больше было, чем у немецких. В общем-то, немцы как раз не очень много внимания уделяли пистолетам-пулеметам, это у них, считай, один вспомогать оружие для вспомогательных частей, то есть в пехотном отделении был унтера, которому как бы основная задача командовать, давать целеуказание пулеметчику, а не участвовать лично в бою. Это было скорее такое оружие личной самообороны младшего командира. Столеты-пулеметы были у танкистов, у десантников, рассматривались именно скорее как второстепенное оружие, а тот самый автоматический огонь, который так впечатлил наших солдат, обеспечивали пулеметы МГ с ленточным питанием, способные именно вести длительный автоматический огонь. Именно вот они давали тот самый свинцовый шквал, который наших так впечатлил. Это в некоторых документах отмечают, тем не менее, просто не смогли оценить правильно источник огня, и поэтому был сделан упор на пистолеты-пулеметы. Можно сказать, что это была очень правильная ошибка, как это ни странно прозвучит, поскольку пистолет-пулемет Шпагина оказался очень технологичным оружием, пригодным для развертывания на сравнительно неприспособленных к этому заводам. Ну, естественно, не в карты артели и мастерской, как это иногда говорят, но тем не менее, на заводах, которые до этого не производили оружие, его производство смогли развернуть. Туда требовались только, по сути дела, стволы. Были еще проблемы с диском. На самом деле проблем тоже хватало. Когда вот происходило массовое развертывание производства, выявилось с нескольких узких мест, в частности, с теми же дисками. Их не хватало дисков готовых, особенно сложно было с пружиной. Сейчас писали, что задерживается отпуск оружия фронта, потому что не хватает готовых дисков. Были проблемы с их подгонкой. Опять же, известно, что диски на ППШ приходилось подгонять индивидуально к каждому автомату. Это было несложно. Тем не менее, это затрудняло, допустим, в бою использовалось, если боец потерял, как-то выбросил свои диски. То есть, просто взять оружие у товарища он не мог. То есть, ему требовалось именно взять патроны и как-то снарядить свои диски. Еще одним узким местом, как-то ни странным, оказался амортизатор. У ППШ в конце ствольной коробки находится амортизатор, который смягчает удары затвора. Именно с его материалом оказались трудности. Именно в конце 41-го была проведена большая работа по его замене. Пробовали кожу и различные другие материалы, резину. То есть, тоже это даже ванников наркому производство отмечает в своих мемуарах, что это был очень тяжелый и сложный момент. Но, тем не менее, эту проблему тоже удалось решить. То есть, он вот в этой задней части находится? Да, вот там находится амортизатор. А он что из себя представляет? В принципе, можно сказать, это прямоугольник, демпфер, который смягчает удары затвора. Потому что ППШ построен, в принципе, на принципе свободного затвора. Это достаточно простая конструкция, причем обеспечивает оружию хорошую надежность. Просто за счет своей массы пристрелье он перемалывает любую грязь, которая попадает внутрь. Мы не могли сделать такую прекрасную герметичную конструкцию, как это сделали американцы на М3, о котором мы рассказывали в прошлой передаче. Мы пошли другим путем. У нас просто были зазоры большие, было все болталось. Но, тем не менее, за счет мощного патрона и массивного свободного затвора вся грязь, попадающая внутрь, она просто перемала. То есть, достаточно было после обстрела взять, вытряхнуть ППШ и снова дальше идти стрелять. То есть, вот тот мощный патрон, который приняли вместо 9х19, да, он в пистолетах-пулеметах как раз-таки наоборот, может быть, получше чуть сработал, да? Ну, в чем-то чуть получше. В принципе, как бы не 9х19 тоже неплохо сыграл себя во время Второй мировой. Ни немцы, ни их противники на него особо не жаловали. Наш был чуть мощнее, у него была чуть большая настильность, но практически это, можно сказать, особой роли не играло, поскольку стреляли из них максимум до 200 метров. Просто дальше рассеивание не позволяло, а на более ближней дистанции человек, как правило, получал даже не одну пулю, а сразу очередь. И тут уже было не так важно, какого калибра в тебя 5-6 патронов попало. Да, не важно, какой пулей тебе прострелят коленку, да? Ну, примерно, да. Тут хватало. Как я уже говорил, ППШ действительно очень ценили всю войну в пехоте, причем именно с дисковым магазином. Даже когда уже в 43-м наладили производство тех самых рожков секторных магазинов, все равно пехотинцы предпочитали хотя бы один диск иметь в пистолете-пулемете первым. То есть именно в первый момент дать большую плотность огня, а уже дальше, да, действительно можно было более легкие, более удобные для переноски секторные магазины использовать. Надо отметить, что, опять же, ППШ не везде и не сразу вытеснил ППД, хотя он как бы был более совершенным. Некоторые заводы продолжали производство ППД тоже. В частности, в Ленинграде в блокаду он производился до 42-го года. Именно на питерских заводах ППД был заменен в производстве уже более совершенным оружием, пистолетом, пулеметом Судаева. Даже не ППШ, а, получается, ППС. Да. Производство ППШ, оно было сохранено. В принципе, ППС его именно на заводах не заменял. Было решено, что ППШ именно нужен от армии в таком виде, с прикладом, удобным для рукопашного боя, с дисковым магазином. Поэтому производство ППШ, оно не пересекалось фактически с производством ППС. А вот ППД, да, он более совершенная модель бы вытеснила. Причем, опять же, там было довольно много сложностей, потому что ППД, они производились именно на тех заводах, где была возможность делать ту самую сложную фрезерную работу. То есть, это, в частности, Систерецкий завод. В тот момент он считался инструментальным, но это реально Систерецкий оружейный завод, то есть, с большими традициями. Также их производили на других заводах. Ну, им пришлось очень много перестраивающихся оборудований, чтобы начать производить штамповодную конструкцию ППС. Ну, это было сделано, и в итоге армия получила еще довольно много и пистолетов-пулеметов Судаева. А ППД до конца войны использовали? Использовали, да, до конца войны, хотя, как бы, считалось, что он чуть менее удобный и надежный, чем тот же Шпагин и ППС, но, тем не менее, некоторые его любили. Если можно посмотреть, тут, наверное, не получится показать. Он немного короче, сложновато будет, наверное. Да, опять же, те ППД, которые были сделаны еще... Практически. Практически, да. Те ППД, которые были, ППД-40, которые были изготовлены до войны, они были с очень хорошим качеством. И вот на Ленинградском фронте, на Карельском фронте они достаточно активно использовали. Сейчас фотография, например, разведчика Северного флота Леонова, если я правильно помню, с ППД. То есть они это использовали в своих разведывательных рейтах в очень тяжелых, как бы, погодных условиях. То есть север, зима, то есть оружие мерзнет. Но, тем не менее, это оружие использовали считали достаточно приемлемым по надежности. То есть всю войну фактически прошел? Всю войну отвоевал, да. В принципе, именно как оружие. Он был достаточно хорош, но единственное, по большому счету, в чем он уступал шпагием, так это в технологичности. Нам нужно было такое же, но более массовое, более технологичное. Тем не менее, это было тоже достаточно этапное оружие, которое сыграло свою роль. По большому счету, именно конструкция Дегтярева проложила, стала первым удачным советским пистолетом-пулеметом, относительно массовым, и проложила, так сказать, в Красной Армии дорогу этому виду оружия. Ну, а ППШ потом даже и в Корее повоевали, и в Вьетнаме, по-моему. Да, повоевали и в Корее, и в Вьетнаме, и много где. И, судя по ютубовским роликам, фотографии, воюют до сих пор на Ближнем Востоке. В принципе, опять же, ППШ именно как комплекс оружия-патрон получился, ППД очень удачным. Соревнительно большая масса, в данном случае диск играл положительный уровень, она позволяла хорошо контролировать оружие при автоматической стрельбе. Те данные ППШ для стрельбы очередями, они легли в основу тех заданий на калашников, и, скажем так, потом долго мучили советских конструкторов, поскольку именно вот эти данные рассеивания при автоматической стрельбе для патрона более мощного образца 43-го года. И оружие под него, они долго заставались таким недостижимым идеалом. Тут оружие имеет больший вес, патрон все-таки менее мощный, чем промежуточный. Естественно, при стрельбе ППШ очень хорошо контролируется. В этом смысле очень жаль, что у нас тут не то оружие, и мы не в тире, чтобы можно было показать. ППШ действительно очень удобен при стрельбе автономным огнем, он очень хорошо контролируется, из него просто приятно стрелять и при некотором навыке. Вот если у вас есть возможность много стрелять из ППШ автоматическом режиме, то одеснано со временем можно буквально расписаться на стене. А тех, у кого нет такой возможности, посмотрите ролик, который уважаемый Владимир Анакой делал, где он стрелял из ППШ и, по-моему, из МП-40. Да, он стрелял из ППШ из МП-40, да, очень хороший у него получился ролик именно о сравнении двух основных систем, которые соревновали всю Великую Отечественную войну. Чем закончилось соревнование известно. Из ППШ стреляли на ступенях Рейхстага. В МП-40, опять же, мне очень нравится сцена, если я правильно помню, в итальянской комедии про торговца оружием, которая поставляет в Африку наемникам всякое, лежал их старео Второй мировой. Замечательная фраза, когда он разговаривает с бывшим военнослужащим вермахта на тему, вам знакомо это оружие? Да, с таким мы проиграли в 45-м. Но тоже автомат был достойный, пистолет-пулемет. Пистолет-пулемет, да, тоже вполне достойный, да. У нас и мы пользовались активно, это видно и по фото, и по рассказам мемуаров, не только разведчики, то есть завладеть немецким МП-40, особенно на начальном этапе войны, когда собственных пистолетов-пулеметов было мало, это тоже было очень, так сказать, престижно и удобно. У Симонова, у живых и мертвых, это хорошо отражено, как они там боролись за эти пистолеты-пулеметы трофейные, как у них окруженцев отобрали их при переходе линии фронта, да, к своим, чтобы оставить как бы в действующей армии во фронтовых частях. Оружие было вполне эффективное, тоже ценилось. Ну, конечно, вклад ППШ неоценим, все-таки. Насыщение этим оружием Красной Армии сделало такое, ну, оно вообще стало визитной карточкой советской пехоты. Ну, в общем, и это действительно было очень важным подспорьем, хотя проблемы массового развертывания, они были достаточно большие, то есть, вот, например, у меня есть документы по квартальным испытаниям ППШ в 42-м, там довольно жутковато выглядят эти данные по надежности, когда производство на эвакуированных заводах только разворачивалось, там стали дети и женщины, естественно, они не могли работать так же, как квалифицированные рабочие, которые ушли на фронт, то есть, качество оружия, скажем так, оставляло желать, то есть, качество патронов тоже оставляло желать, и там речь шла буквально, что нельзя стрелять диск практически без осечки, но, опять же, даже такое оружие, пусть даже с осечками, это было лучше, чем пресловутая одна винтовка на троих. Да, как в Первую мировую войну. Да, а именно развертывание массового производства пистолетов-пулеметов дало возможность оснастить Красную Армию не просто даже оружием, а в данном случае это автоматическое оружие, которое, хоть и не имело большую дальность, но, тем не менее, то, что называли решающей дистанцией боя на дистанции 300 метров, оно позволяло создать большую плотность огня, то есть, это помогало как отбивать немецкие атаки на начальном этапе, так и сыграло большую роль на заключительной фазе войны, особенно время боев в городах, когда именно дистанции были небольшие, а большая плотность огня, которую создавал ППШ, она оказалась очень-очень кстальной. Ну да, в этом плане мне очень понравился ролик про пулемет ЛАД, то, что ты говорил, что жаль, его не запустили в производство и не носители в армию, было бы легче нашим, конечно, сражаться. Ну и пистолет ТТ, он тоже честно прошел всю войну, хотя надо отметить, что вот на него нареканий было довольно много, даже больше, чем на ППШ. В частности, жалую, очень много нареканий было к его системе предохранения, поскольку у него, вот можно посмотреть, если кто не в курсе, у него нет предохранителя, как отдельные детали, только предохранительный взвод курка. Очень много было жалоб именно на это. ТТ имеет много самострелов, в этом плане тот же трофейный Вальтер, с которым наши были хорошо знакомы, его хвалили именно за хороший предохранитель. Жалобы были, в частности, на систему сброса магазина кнопкой. Как это ни странно, сейчас это снова вошло в моду. Народ долго жаловал, что Макарова мешкат на это защелк магазина внизу, а это было сделано именно по опыту войны, потому что было очень много жалоб на утерию магазина ТТ, и после войны решили, что действительно для офицеров, у которых все-таки пистолет не основное оружие, для него важнее именно не потерять магазин при длительном таскании, чем иметь возможность в стиле спортсмена и ТСО так быстро делать перезарядку. Кстати, при навыке перезарядки Макарова не сильно дольше. С Макаром люди показывали очень хорошие спортивные результаты, не странно для кого-то прозвучит. Да, и парня Андрей не направляет сейчас на меня пистолет, короче, строго линия уходит от меня, просто, может быть, кажется. Как ни странно, опять же, к ТТ было довольно много претензий по надежности, особенно к пистолетам военного выпуска, в частности, на его не очень надежную работу при засорении. В этом смысле впереди был и наш Наган, и, кстати, некоторые трофейные системы, то есть тот же Парабеллум считался более надежным, чем ТТ, и, в принципе, испытания это подтвердили даже контрольные. Тут, скорее всего, вина не столько самого пистолет, сколько пистолетов военного выпуска, потому что качество, да, оставляло желать. Слушай, ну, а потом, после войны, ведь его и в Китае производят. Да, про, вообще, варианты пистолета, от этой можно бы как-нибудь сделать отдельную передачу, но вряд ли удастся принести в студию все варианты пистолетов. Есть более современные модели, в том числе, под патрон 9 мм, 9х19, как когда-то предлагал Токаревич, а вот в тот период, когда не было определено, под какой патрон станет основным для Красной Армии. Токаревич-то изначально делал под Маузеровский уже патрон, но когда зашла речь о 9х19, он сказал, что да, он без проблем может переделать свой пистолет под патрон 9х19, но, как мы знаем, это было сделано не Токаревым, это было сделано уже в другой стране, другими людьми. И что еще можно отметить, что одна из претензий к ТТ, это малая емкость магазина, всего 8 патронов. Ну, во-первых, в тот период это было достаточно стандартно, практически все пистолеты военные, Второй мировой, как мы видели, у них емкость магазина тоже маленькая, единственное исключение, это Браунинг Хай Пауэр, но он один такой, по сути дела. Но это осознавали, более того, время войны предлагалось несколько проектов, давайте сделаем ТТ с двухрядным магазином, в частности, Жевск в 44-м предлагал такой вариант пистолета ТТ, но, как ни странно, из ГАУ пришел ответ, что опыт войны показал, что емкость магазина, имеющегося вполне достаточно, и увеличивать ее не нужно. Никто не жалуется, да? Ну, в общем-то, на именно емкость магазина жалоб почти не было, хотя уже те люди, которые познакомились с Браунингом Хай Пауэр, они отвечали, что да, вот можно было бы сделать больше ее. Но это, как я уже сказал, это непотребность, проявившаяся в ходе боевых действий, это именно мнение людей, которые узнали, что да, так можно было. Ну что, у Хай Пауэра, сколько там, 11 патронов, да? 13. А, 13. 14, да, в принципе. В полтора раза больше, да, это, в принципе, солидное преимущество при небольшом возрастании веса. Ну, тем не менее, прямо опыт войны не показал, что пистолету мало патронов. То есть, все-таки это именно запасное оружие. Прямо, опять же, очень интересный момент. Именно так его воспринимали, и ТТ, и Наганка, именно как вторичное оружие, которое надо применять при отказе основного. То есть, те же снайперы очень любили, как бы, всеми правдами и неправдами, добыть себе пистолет, там, наш, трофейный, неважно. Вот, разведчики в обязательном порядке имели, причем не только наши. Есть немецкие переводные инструкции, где очень четко сказано, что, во-первых, в магазины МП-40 надо заряжать тоже меньше патронов, чем сказано. Это была проблема не только наших магазинов. То есть, и все у нас, и те самые рожки заряжали меньше патронов, и диски старались набивать меньше. Это было, на самом деле, общим моментом. Вот, то есть, немцам в своих инструкциях рекомендовалось заряжать по 25 патронов и в обязательном порядке иметь в себе пистолеты, желательно парабеллумы, которые считались более надежными. Это инструкция для немецких разведчиков. То есть, как бы, у них тоже осознавали, что оружие может отказать и лучше подстраховаться. А так, конечно, офицеры на передовой, кто, так сказать, участвовал непосредственно в боях, в основном, что ну или ППШ, или ППС, или трофейные МП-40 старались. Ну, в общем, да. То есть, те офицеры, которым надо было реально воевать, они, в основном, старались взять себе какое-то более серьезное оружие. Никто с пистолетом, именно целью применить его как оружие, в атаку не ходил. Другое дело, поднять бойцов, ну и, скажем так, угрожать оружием, если бойцы дрогнули. То есть, для этого ТТ хватало. Но подвига в стиле гангтеров никто не устраивал. Перестрелки на пистолетов все-таки это довольно редкость. Хотя, наверное, тоже случалось. И ты, по-моему, в прошлый раз рассказывал, когда там этот товарищ из расходов по патрону добился решающего превосходства противника. Да, там был замечательный момент. Это офицер, который осенью 41-го пострелил по Уважайское место, он отметил, что да, у меня был патрон в стволе, у него был патрон в стволе, но ему надо было свой МП-40 чуть-чуть довернуть, а я успел первым. Как бы пистолет ТТ сработал нормально. Останавливающие действия патрона 7-62 тоже вполне хватило при попадании по месту, что называется. То есть, в этом смысле, как бы, жалоб не мало. Слушай, а вот, так сказать, другая слава этого прекрасного оружия, она, которая родилась в лихие 90-е, вот почему ты стал настолько популярен именно этот пистолет среди, так сказать, криминальных структур? Ну вот тут сложно сказать, опять же, насколько эта слава реальная и правда. Да, есть такие, что называется, городские легенды о том, что был вал китайских ТТ, которые пробивали все бронежилетки, причем, опять же, китайских ТТ с глушителем. Честно говоря, я плохо представляю себе вот этот смысл глушителя на ТТ, поскольку у него пуля сверхзвуковая, то есть клопок будет достаточно сильный. Я по этому поводу пытал много своих знакомых, как в российской тогда еще милиции, так и полиция, поскольку считала, что часть этих ТТ шла через Прибалтику, у него тут те имеющиеся фото ТТ с глушителем, в основном самоделки, то есть, скорее всего, это какая-то городская легенда. Я думаю, что для киллеров, в первую очередь, имело значение то, что этот пистолет легко достать и легко выбросить, то есть, опять же, причем это, скорее всего, были не какие-то там экспортные особые поставки, а в основном ворованные со складов буквально, поскольку ТТ все-таки лежал на тех складах, которые хранялись менее тщательно, чем более современные Макаровые. Возможно, как бы имело роль то, что патрон более мощный, и, естественно, можно пробовать бронежилеты, когда все начали их массово носить, но, опять же, для киллера важно точно убедиться, что клиент мертв, а для этого надо все-таки сделать крестловутый контрольный выстрел в голову, и тут уже не так важно, какая пуля попадает в голову, то есть, скорее всего, к клиенту будет тяжело. Так что именно вот криминальный, это скорее, действительно, городские легенды, чем какая-то особая эффективность пистолета ТТ. Мода. Мода, да. Единственное, что, опять же, как я уже сказал в начале, можно отнести ему в плюс, он действительно очень такой компактный, плоский, без выступающих частей, то есть, в этом случае, да, отсутствие предохранителя тоже говорит ему в плюс, то есть, для скрытного ношения ТТ, да, удобнее многих других систем. Да, что еще можно, опять же, сказать про ТТ, тоже из серии легенд, что если про Макарова часто говорят, что он скопировал конструкцию Вальтера, то Токарев передирал вроде бы Браунинг. Тут, опять же, надо отметить, что да, некоторые черты присутствуют, но надо посмотреть, опять же, что именно и с какого пистолета бралось. Задача конструктора вообще, в принципе, она не изобрести что-то там обязательно оригинальное свое. Задача конструктора создать хорошее оружие. В этом очень показательный пример того же ЧЗ-75 знаменитого, где, в принципе, оригинальных-то решений не так много, к 75-му году уже все было разработано, тем не менее, пистолет стал очень популярным. В принципе, у того же ГЛОКа там основное оригинальное решение это использование пластика, но и пластиковые пистолеты были до ГЛОКа, но сумел взлететь ГЛОК. То есть, задача конструктора, первую очередь, создать удачное, надежное оружие. Если говорить про ТТ, то да, там прослеживаются некоторые решения Браунинга, но решения Браунинга прослеживаются практически во всем современном крятоствольном оружии. Джон Мозес, он просто начинал в то время, когда решений не было, ему приходилось все придумывать самому, поэтому он запатентовал основные схемы работы автоматики, так и создал кучу современных патронов. Тем не менее, надо отмечать, что, например, тот же УСМ единый блок, это скорее решение, если говорить уже о кого оно могло быть заимствовано, это скорее у Сэвэджа, конкурента Кольта 911 на испытаниях американской армии. То есть, Токарев в данном случае, он действительно создал свой оригинальный пистолет, как я считаю, он создал его под наши производственные возможности, что было очень важно. И создал достаточно удачную конструкцию. Я вот надеюсь, опять же, что мы какую-то передачу сможем посвятить и конкурентам Токарева, и тем образцам, которые не попали. Не было так, что вот пришел Токарев, сделал свой ТТ, и у нас дальше была пустыня, не было никаких конкурентов его, ни других вариантов. Даже если говорить о принятых на вооружении в тот период, был еще такой пистолет Коровина, тульский Коровин, маленький пистолет, под него даже наладили производство у нас патронов 6,35 маленьких. В своем роде очень неплохой пистолет, классический жилетник, но был востребован. Многие хотели даже что-то такое же, но более современное. И было очень много интересных опытных образцов советских пистолетов, которые не попали на вооружение, даже остались неизвестными широкой публике. Тут и пистолет Прилуцкого очень интересный, пистолет Ракова, Коровина делала несколько вариантов модели. Перед самой войной, как я уже упоминал, выиграл конкурс пистолет Воеводина, тоже очень интересная машина с магазином большей вековости на 18 патронов, то есть это солидно даже по современным меркам. Он вполне мог бы стать именно основным армейским пистолетом на долгие годы, но не сложилось. То есть было очень много проведено работы, очень много сделано. Сложилось так, что одним из символов Красной Армии в войну, одним из символов победы стал ТТ. Достойный образец оружия. Спасибо огромное, Андрей. Я надеюсь, что ты расскажешь нам и про пистолеты конкурента Токарева, ТТ, и про пистолеты-пулеметы еще дополнительно. Ну и вообще, приходи, рассказывай, и мы ждем. Да, спасибо за приглашение. Буду приходить, надеюсь, будет и о чем рассказать, и показать. Спасибо, что были с нами. До новых встреч.